Привычные остановки остались в прошлом. В обычной рабочей жизни сегодня конкурсантам предстоит останавливаться на скорости 30 км, на скользких смазанных маслом путях и даже играть вагоном трамвая в боулинг. Сергей, первый раз в боулинг играете вагоном трамвая? Да, первый раз. Даже не тренировался, первый раз. Даже все это новое для нас. Ну и как это? Насколько сложно? Очень сложно. Надо предполагать, какой скорость ехать, когда тормозите, чтобы попасть в шар и кегли сбить. Очень тяжело. На работе, наверное, все равно ситуации сложнее бывают, чем... Бывает, бывает. Когда и машины выпрыгивают из-под колеса, прям тяжело остановить трамвай. Это у классика. Аннушка разлила масло на брусчатке рядом с трамвайными путями. Конечно, случайно. На конкурсе маслом мажут сами рельсы и делают это рабочие абсолютно умышленно. А вот конкурсанты должны суметь остановить многотонный вагон, не коснувшись створа ворот. На скорости 30 км в час это очень непросто. Ну а кто говорил, что будет легко? Где сложнее? Реально на линии или на конкурсе? На конкурсе у нас больше волнения. Особенно вот по маслу ехали, когда вагон входит в юз. И, конечно, очень страшно въехать в ворота. А самые страшные, какие ситуации бывают напряженные, когда работаете в городе? Ну, много машин сейчас в городе. Все нас подрезают, не дают проехать. И поэтому очень-очень страшно. Также за пассажир страшно у нас. И пенсионеры, они не держатся. Поэтому переживаем за всех. Для участия в конкурсе руководство Ульяновских депо делегировало в основном молодых водителей. У большинства из них стаж едва превышает два года. Для кого-то это шанс повысить классность. Для кого-то увереннее почувствовать себя и закрепиться в профессии. Важно, что в нашем главном, по сути, городском предприятии по линии транспорта Ульяновской электротрансе не только обновляется подвижной состав, но и растет корпоративная культура. А в целом, безусловно, мы видим будущее городского транспорта именно за электротранспортом. Это отражено и в наших главных стратегических документах, посвященных транспорту. Мы понимаем, что взаимосвязь двух берегов, транспортная связь двух берегов, что обслуживание новых крупных спальных микрорайонов, также будущее транспорта для этих жителей связано с электрическим транспортом. И, конечно, мы будем прилагать усилия к тому, чтобы новый транспорт поставлялся сюда. А победителем конкурса профмастерства водителей 2022 стала вагоновожатая за Свияжского трампарка Галина Удальцова. Несмотря на предельную собранность во время выполнения заданий, в момент оглашения результатов эмоций она сдержать все же не смогла. Для вас это первый конкурс? Да, для меня это первый конкурс. И ты был на ваше? Очень, очень. У меня и время на подготовку немного было, тяжело мне было в этом. Но я выжила все из себя. Сегодня участники вновь ведут свои вагоны на городских линиях, где новые навыки, полученные на конкурсе, конечно, пригодятся не раз. Поэтому и им, и нам остается пожелать легких, безопасных дорог и счастливого пути. Владимир Коршунов, Марат Мигдеев. Специально. Люлправда.ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.